В разных религиях разные боги. Как они уживаются на небесах? Очень хорошо, да! Ну вот, видите, да, ну что же. Спасибо. Вопрос, может быть, хотя бы в другой форме, но идея вполне понятна. Совершенно верно. Вопрос другой, конечно. Что, действительно существуют разные боги? Или на самом деле действительно один бог во всех религиях? Ведь бог-то один же? Один. Понимают, по-разному? По-разному. Так, может быть, один есть? И тогда все религии по существу одинаковые. И не всё ли равно тогда верить? Правда. Отвечаю на этот вопрос, и он очень важен. Я сейчас скажу, почему он важен, а сначала отвечу. Бог один. В каждой религии своё представление о боге точно. Свой образ бога, то есть то, как она понимает бога. Так вот, этот образ бога, то есть своя картинка, и является богом для данной религии. Но это картинка, это образ бога, но не бог существующий. Но для данной религии вот это и есть бог, этот образ. И этот образ может быть более-менее правильный, может быть, верный, может быть, карикатурой на бога. Потому апостол Павел, когда писал к римлянам, то говорил, я не хочу, чтобы вы, которые поклонялись этим статуям богам, я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. То есть полная карикатура, такое уже искажение образа бога в их религии, что оно стало прямой противоположностью самого бога. Итак, не много богов, а в каждой религии свой образ бога, и каждый ему поклоняется. А что значит поклоняется? Следует тому, о чём говорит этот образ. Один образ, допустим, христианский, допустим, всем более-менее понятно. Другой образ говорит о другом. Совсем нет. Когда у меня украдут – это плохо. Когда я украду – это очень хорошо. Держи меч под подушкой и никогда не забывай, пока ты не отомстил врагу своему. Ибо если ты не отомстил, ты нарушаешь волю богов. Слышите, как это? То есть, почему так важно иметь правильное представление о боге? Потому что этот образ бога характеризует нашу человеческую нравственность, нашу человеческую духовность. Что хорошо? Гордость – хорошо или плохо? Сразу. Хорошо или плохо? Что значит гордость? Это гордость – значит, я. Я. Ну, я выше других. Кстати, кстати, воспитывают часто лидера в семьях, требуют, чтобы в школе ты, мой сыночек, или ты, моя дочка, должна быть лидером. Что это значит? Выше других. Ты не такая, как прочие. Ты лучше. И ходит этот бедный сыночек или дочка с поднятым носиком, который прилип к потолку, и смотрит сверху вниз на тех, которые не лидеры. Да разве можно в этом воспитывать? Есть рождаются люди более способные, менее способные. Но обратите внимание, как правило, богатырь, я говорю о физической силе, как правило, самый скромный человек, самый задиристый. Это бывает вот такой плюгавчик, который готов всех растерзать, но нет сил. Так вот, христианство говорит, гордость – это бич для человека, это гнилое ядро твоей человеческой личности. И, напротив, вам могут убеждать, напротив, это на крас очень хорошее, хорошее дело – будь горд. Горд – то есть я над всеми другими стою. Или, по крайней мере, только могу мериться с другим гордом. И во что превращается? А христианство говорит – не гордость, а любовь. Любовь должна быть, а не гордость. Любовь должна быть, помощь, если хотите. Должно быть снисхождение даже, учитывая слабости своего другого человека. Помоги ему, а не гордо возвышайся над ним. Вот примеры. Итак, значит, образов богов, бога множество. Большинство из них – это совершенно искажённые представления. А бог – один. И не может быть множество богов. Я обещал сказать вам, что происходит. Сейчас эта идея, попытка, попытка, уже прям буквально сильнейшая попытка, да, убедить человечество, людей в том, что все, все поклоняются одному богу. Все, независимо от того, какая это религия, независимо от того, какие там заповеди. Один бог – все религии по существу едины. Ложь! Ложь! Нельзя богу угодить, поступая в свои жизни и направляя свою жизнь вопреки тем свойствам, которые присущи богу. Вот любовь, простой пример – гордость и любовь, гордость и смирение, гордость и милосердие. Вот так!